В 100 миллионов долларов Белнефтехим оценивает ущерб от некачественной российской нефти. При этом в концерне пока говорят только о недополученной выручке от реализации нефтепродуктов. Известно, углеводороды с высоким содержанием хлорорганических соединений, которые поступали по южной ветке трубопровода «Дружба» на Мозырский вместе перерабатывающий завод, вывели из строя дорогостоящее оборудование. Сейчас прорабатывается схема вытеснения грязной российской нефти из белорусского участка нефтепровода. Ее объемы уже превышают миллион тонн. Нефтеперерабатывающие заводы работают на загрузке порядка 50% от уровня до момента поставки некачественной нефти. Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле месяце. На сегодняшний день они составляют порядка 100 миллионов долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов. Завтра, 26 апреля, планируется проведение встречи с представителями российской компании «Транснефть» для того, чтобы выработать оперативные меры, для того, чтобы получить конкретную информацию о времени перехода чистой нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей системы. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков находится в Москве, где обсуждается вопрос по обеспечению предприятий нефтью соответствующей стандарту. При этом Беларусь настаивает на принятии исчерпывающих мер по восстановлению ситуации и на полном возмещении полученных убытков. Также переработчики ожидают от российской стороны информации по возобновлению поставок углеводородов надлежащего качества. Переприятие продолжает работать на пониженных загрузках. Это, конечно, очень тяжело. Тяжело технологически, установки не загружены. Плюс мы недополучаем выручки. Это десятки миллионов долларов. Это означает то, что и страна недополучает и пошлин, и налогов в этом случае. То есть ситуация очень непростая. Самое тяжелое то, что мы сегодня не понимаем наших дальнейших действий по мае месяце. Мы ожидаем от российских партнеров информации о том, какие объемы могут быть прокачаны качественной нефти, к чему нам готовиться, как планировать. К сожалению, пока этой информации нет, а нам она уже нужна была вчера, для того, чтобы мы смогли составить план. Потому что мы четко понимаем, что направление, скажем так, южное, унече, полоцик, оно заполнено некачественной нефтью, и мы можем рассчитывать сегодня только на направление Сургут-Невель-Полоцик. Но, к сожалению, информации нет по мае месяце. Мы ожидаем, что в ближайшее время эта информация появится для нашего дальнейшего планирования. Прием нефти по трубопроводу «Дружба» уже прекратили Польша, Германия и Чехия. В частности, польская сторона заявила, что ни один завод не может перерабатывать сырье такого качества. Содержание хлорорганики в нем в 30 раз выше нормы, а это чревато промышленными авариями. Большую часть грязной нефти сейчас откачивают на территории России.